Всем привет! Сегодня я бы вам хотела рассказать, как сделать круг амигуруми с кольца амигуруми и прибавками. Будет наш круг состоять из столбиков без накида. Для этого вам понадобится пряжа, крючок, я взяла больших размеров и толще пряжу. Также нам понадобится либо маркер, либо я взяла кусочек просто ниточки. Можете взять булавочку, кому как будет, что в ходе вязания удобно. Итак, начнем. Между большим указательным и средним пальчиком левой руки захватываете кончик, делаете вот такую петлю, петлю вокруг пальчиков. Еще раз покажу. Захватываете ниточку, петлю вокруг пальчиков. Крепите, вот так вот, немножечко натягиваете другими пальчиками. Ныряете в образовавшееся колечко, захватываете ниточку натянутую и еще раз захватываете. И вот таким вот образом вы затянули, сделали скользящую петлю. Теперь делаете 6 столбиков без накида в кольцо. Ныряете в кольцо, захватываете ниточку, через 2 выводите. Первый. Первый столбик. Ныряете в кольцо, захватываете, вытягиваете. Второй столбик. Ныряете в кольцо, захватываете, вытягиваете. Третий столбик. В кольцо ныряете, захватываете, вытягиваете 4, в кольцо захватываете, вытягиваете 5, в кольцо захватываете, через 2 продеваете 6. Теперь, придерживая петлю и ключок, вы затягиваете скользящую петлю. Вот таким вот образом. Хорошо затянули. И теперь вяжем ряды. Первую, вот в первую нашу петелечку, если вы видите над первым столбиком, вводите крючок. Теперь смотрите, для увеличения круга нам нужно делать прибавки. Делать мы будем следующим образом. В каждом ряду мы будем делать по 6 прибавок. Смотрите. Так как у нас 6 столбиков без накида, будем делать в каждый столбик без накида, в каждую петельку, по прибавку. То есть в каждый столбик без накида, в каждую петлю мы будем делать по 2 столбика без накида. Итак, начинаем. Вот так вот ввели, вытянули первый столбик без накида, ввели, захватили в ту же петлю и вытянем. Так мы сделали в первый столбик наш, в первую петелечку прибавку. И так делаем с каждой петелечкой. Делаем по прибавке. То есть 2 столбика без накида в каждую петлю. Это вторая петля была. Делаем третья петля. Снова вводите. Четвертая петля. Пятая петля. По 2 столбика. И шестая. И так в конце ряда у нас должно быть уже 12 петелечек. 12 столбиков. Теперь в следующем ряду нам также снова нужно прибавить 6 петелечек в ряду. Для этого, чтобы не запутаться, я беру нашу ниточку маркер. И в начале ряда, под петлей, перед ниточкой, вот таким вот образом отмечаю начало ряда. Теперь мы будем чередовать 1 столбик без накида. Следующий будем делать прибавку. То есть 2 столбика без накида. И так до конца ряда. 1, 2, прибавка. Снова столбик без накида. Прибавка. 1, 2, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 7, 8, 9, 8, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 10. столбик без накида прибавка мы сделали последнюю прибавку и вот мы отмечали видите начало ряда то есть мы дошли до начала следующего ряда в конце этого ряда у вас должно оказаться уже 18 столбиков берем наш вытаскиваем маркер и снова отмечаем начало ряда под петлей и под видите под петлю и под ниточку теперь в этом ряду нам снова нужно сделать 6 прибавок и будем чередовать таким образом первые две петли по столбику без накида третью петлю мы будем делать прибавку и так первый столбик второй столбик без накида в эту петлю мы будем делать прибавку третью снова столбик без накида 1 2 прибавка 1 2 прибавка 1 2 прибавка итак мы сделали последнюю прибавку И отмечаем следующий ряд. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы мы увидели, где заканчивается и начинается ряд, не считаем. То есть для тех, кто хочет не запутаться, лучше использовать. Если же вы уверены в своих расчетах, можете не отмечать начало рядом. Теперь, чтобы нам снова сделать 6 прибавок в ряду, мы будем чередовать теперь уже 3 столбика без накида, 4 делать прибавку. То есть 2 столбика без накида в 1 петлю. Итак, начинаем. 1 столбик без накида, 2 столбик без накида, 3 столбик без накида. Теперь 4, 5 делаем в 1 петлю. Снова. 1, 2, и 4. Делаем 4, 5 столбик в 1 петлю. Ой, 4, 5 столбик в 1 петлю. Теперь снова. 1, 2, 3, 4, 5 в 1 петлю. Снова. 1, 2, 3, 4, 5 в 1 петлю. 1, 2, 3, 4, 5 сюда же. 1, 2, 3, 4, 5 сюда же. Смотрите. Итак, мы дошли до начала снова следующего ряда. В конце этого ряда у вас должно получиться 30 петель, либо 30 столбиков без накида. Теперь снова вас, если не устраивает этот диаметр, вы продолжаете дальше прибавлять. Для чего вообще нужны вот эти вот кружочки амигуруми? Для того, чтобы, вот смотрите, вы, допустим, вяжете, к примеру, шапочку. Вам нужен диаметр, допустим, на шапочку, кружочек, вот донышко, так сказать, шапочки 12 см. Вы продолжаете прибавлять в каждом ряду по 6 петель. То есть мы сейчас провязали в последний раз 3 столбика без накида в каждую петлю. В четвертую сделали прибавку. Снова 3 в четвертую прибавку, 3 в четвертую прибавку. В каждом ряду вы будете прибавлять 1 столбик без накида. То есть если мы делаем сейчас 3 в четвертую прибавку, то в следующем ряду у вас 4 будет уже прибавка, 5 столбиков прибавка, 6 столбиков прибавка. Я вам советую отмечать вот таким вот маркером, либо каким-нибудь другим начало ряда, чтобы вы не запутались и не сбивались. Если, допустим, зазвонил телефон или там пришли гости, кто-то вошел в комнату, сбил, ребенок забежал, вам просто будет потом удобно просчитать, на чем вы закончили. То есть сейчас мы завершили на 30 петлях, то есть прибавляли постепенно 6 в каждом ряду 6 столбиков, 6 петелечек мы прибавляли, 6 столбиков без накида. И в каждом последующем ряду вы будете прибавлять по одному столбику. То есть следующий ряд вы отмечаете снова маркером, и уже будете вязать 4 столбика без накида, 5 прибавку. 1, 2, 3, 4, 5 прибавку. Вы, если собьетесь, вас будет... Так вот, если, допустим, вы посмотрите, очень красиво аккуратненький кружочек. Но на самом деле, если вы посмотрите предыдущие ряды, у вас будет видно там, где столбик над столбиком, столбик над столбиком, а где прибавки у вас будут над прибавками. То есть, вот смотрите, мы делали первую прибавку, вторую прибавку, третью прибавку, четвертую прибавку. В каждом ряду у вас будут прибавки над прибавками, столбики над столбиками. То есть вы постепенно начинаете добавлять. Вот, 1 столбик, 2, 3, 4. пятая прибавка и так вяжите прибавки до того диаметра который вам нужен то есть так продолжаете вязать до того размера допустим если у меня к примеру толстые ниточки с большим диаметром крючка видите у меня крючок очень большой я взяла для того чтобы вам показать на самом деле вы будете вязать не обязательно такими грубыми ниточками можете тоненькими но допустим если вам понадобится диаметр допустим донышко на шапочку там к примеру я еще раз повторюсь примеру 12 сантиметров но только нужно вам или 10 на грудничка к примеру вы берете линеечку и вот благодаря таким прибавкам вы продолжаете вязать до тех пор пока вам нужно либо такое донышко можно сделать не обязательно на шапочку вы можете связать кружочек примеру диаметром 10 сантиметров обязать его красивенько обвязкой или то мрачьим шагом другим цветом к примеру это может быть замечательная подставка под чашку под горячую то есть вам не обязательно портить будет клеенку мебель если у вас будет такая же вот плотненькая ниточка как у меня то это подставочка вам долго прослужит и сбережет вашу клееночку на кухне или там мебель вашу лакированную то есть можете допустим сделать отличный подарок маме к примеру на 8 марта или допустим для гостей штучек 8 к примеру этих кружочков сделать подставочки допустим пришли гости чаек попить то будет очень уместно в качестве сервировки стола декорирования то есть вы продолжаете вязать до тех пор пока вам нужно дойти до определенного диаметра которого вы задумали я надеюсь что я вам чем-то чем-то помогла я надеюсь что вам понравились мои видео уроки если вам понравилось ставьте лайки подписывайтесь на мой канал всем ровных петелек пока пока